Вот на повороте. А может это самое, может с этим, с фурбончиком. Давай, парни. Вот, давай-давай. Ну, не получилась какая-то дальше. Не вышло? Не-не-не. Не-не, тут ладно уже, похер. Поехали куда-нибудь. Ёпта. Что это такое? Да, блин! Че, Лин, готов? Конечно. Поехали. Поехали. аэропорт закрыт как ты думаешь хрен его знает можно заехать туда а смотри пожарная машина охренеть тут тихо копы принять тут даже копы есть что-то не думал что они тут шериф и место они же долбанутые могут только из-за нашей машины да да ну их нахер поехали дальше но надо съехать они что там разъехаться не могут слушай тут что-то вообще все заброшено ну я так и думал что все заброшено никто не поедет сюда давай тут налево чем он поехал за нами для вон еще один едет до сколько тут за нами по я хочу шериф капота узнами следит смотри еще один давай здесь направо к и отбря через бю представляешь кает ну его нахер пошел к черту бля я думал тут нормально по дрифтим генеть чё за хрень вот это ты мне какой-то фрик местный при это сигнале он вроде отъехал давай чуть притопим здесь ну-ка полтинник хотя бы слушай я больше 60 боюсь здесь разгоняться на полтинник еду я 63 загнал ну-ка если здесь бачком зайти вот на повороте может самая может съездим с фургон чего я парни вот давай давай не получилось не вышло пробую мнение тут ладно уже похер поехали куда-нибудь ёпта чё это такое еще коп что да ну нахер за тобой ну тормози тогда чё давай прижмемся куда-нибудь давай к магазину порешаем что нет я хрена и до сюда на парковочку вставай я смотрю зеркало заднего вида у меня это сама машина уже вся ухлепана на нелегальной модификации слушай это точно еще коп не знаю давай давай потише рацию я допринду запросил люди находящийся спорткарах заглушите свои двигатели и ожидайте внутри мы скоро к вам подойдем а в чем собственная проблема то чё он там базарит я хрен знаю что-то базарит это точно коп нет но я считаю хрен его знают и мигалки вроде были но и типа тачка не разукрашена хер знает а мужик для логи а слушай это точно коп бляй они же все равно я знаю и бог они выглядят вот это вот шериф а ты знаешь нет но вот это вот той же группу приехали друг друга все знают что-то реально ну вот это вот какая-то непонятная приехала понятно а чё с ними договориться вообще можно или они такие я хуй знаю они постоянно меняются понятно а их всегда так много приезжает эй не помни мне машину слышь видишь чё за проблемы эй парни глушим двигатели заглушен уже все давно ты очнись зачем проблема потому что я так прошу а ты кто управление шерифа лос-сантоса лейтенант вуд выйдите из машин парни ой 3 0 займусь этим окей чё за компасушу у меня вон пистолет на торпеде лежит окей все да все в порядке не переживай шериф окей сука ну махина окей парни машина ваша машина легальная правильно понимаю надеюсь конечно да хорошо останавливаю тебя водитель в я не знаю желтый да желтый цвет в иголке золотой меня зовут мистер брэнч окей мистер брэнч останавливаю тебя за то что я видел как ты выехал на встречную полосу пока я ехал по маринадрайв кроме этого превысила скорость ребят здесь знаете какая скорость по марине ой хрен 50 вроде 35 сэр 35 35 да там не было знаков я иди вас тут приехала да но мы этого знать не можем мы сами не местные а разметки и знаков ни хрена нет так что вы не поможете как то этим оперировать нет я думаю что могу а ну почему же потому что могу сэр окей достать мне ваше водитель сейчас а можно узнать еще один вопрос мы сказали выходе на встречную разметки здесь нет как вы можете утверждать сэр вы ехали по с левой стороне дороги там не было знаков одностороннего движения да забей лин давай штраф там а я просто хрен знаю потому что этого ката вызвать кому дать какие вам документы не нужно ваш водительское подтверждение страховки и регистрация а у меня все в машине только не застрелите у меня нормально если он за конструкцию на милине выступать то хорошо с другой стороны можно сами подойти у меня вот мои руки не беспокойтесь все в порядке так кому тебе что у тебя фингал под глазом ладно неважно на бери передайте моему коллеге пожалуйста вот ему вы коллега коллега возьмите пожалуйста вот регистрация страховка дель там лежит все есть еще дилан сайл 06 0 3 2000 знаете таких людей знайте я постою зачем вы меня вот так прижали чуть подойдите сюда посмотрите два миллиметра буквально два понимаете знаете сколько стоит этот капот какие документы так полагаем сейчас не волонт запрос средства также сроковка и шлейт хорошо все надеюсь вам самое пистолет я полагаю заряд я заряжу так что так много утром захолучиться непонятно 4 4 июля что если проверим ваши документы проверим кардио галя с машинами дальше разберем все дед пиво взял конечно хорош сутрица и попивку можно посмотрите дм куда сюда все 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 счеты как сам нормально даже видят эту пачку пива купил фига у них тут эти нравы а тут у местных вообще ну понимаешь жизненной цели тут у местных это уместно понимаешь какой после работы 7 утра или дед ты со смены можешь какой то где работаешь посмотри по машине отдыхаю понял я тоже отдыхаю у меня батя работает 100 баксов просто так держи ну реально от души ты прям очень крутой на батя много похож почему вторую такую тачку купить за эти бабки держи 100 баксов я вообще неправильно скажите на кого зарегистрировал и пройдет будь счастлив блин теперь ты меня оскорбил держи от меня тогда еще 200 держи дед да вы какой то хуйней занимаетесь дед возьми 200 баксов вон я тебя на сиденье положу да это души мы делаем ты что все у меня все в порядке ребят не надо нас это наручите свои вот эти вот никто не знает тоже грязные наверно я просто посмотрю вашу машину вроде не выходит все 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 в порядке если хотите могу сфоткать а еще наверно первый раз такие машины все эти да здесь таких немного нам сказали здесь вообще тихо никого нету но иметь ввиду я вас не оскорбил просто такие машины сами понимаете редко здесь можно увидеть я здесь тоже первый раз но есть оружие в машине не не я не этот ни какого ни бандит ни охранник ничего у меня у меня охрана есть охрана понимаете я как бы сам известного акционера месбанк дробовик еще в багаже это не очень интересует сейчас на самом деле но я вам ответил как порядок нормально деда пивка бахнул поехал по делам я еще не бахнул ну как они видят вахнул на это еще раз так это спортсмотрышка курова на самом деле свободное время пусть п 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 у в д п р я деда что еще один пункт хочу сделать не так ул отсчета в этом разбираешься да на улице ну немного я учащая чертова нас морозить еще будут постараемся как можно скорее окей и большего не делал но так и чё так сразу комиссии люди сером комбинезонные сентября мастер газа сейчас пройти ко мне со всеми разбирать с пайсом а я думаю тогда штрафа м и самая разговаривать документация получатся пакет шагами одета то ну блин тут от всех торгового черного тоже пахнет саками еще здесь а скорость выезда встречная скорость от точно среди я говорю по 0 на деревне типа наоборот черную 7 управляет походу четвертый еще тут офицерчика как урок и нервничество и не рекомендуем напрягаются трендового столкозного на эти говорения не руку по ворудишь а я там яйца чешется разговариваю короче ломаном то есть у нас проводил не знаю что если будешь там быстрее учитывая ряда может быть оружием типа им так нельзя делать не знаю мне вроде говорили так когда если себе получал тогда давай на них копов уже он только наших нормальных копов лосандреса которые приедут в чашки разговаривали а можно еще полюсу шатова это кто-то пили поехал ты чё думаешь дорожным патрули причем типа главнейшим ну тут на я давай федералов тогда слышь фип мне это батя звонил боюсь это да батю на звонить у него этот накурсник прикинь сейчас на заместитель регулятора ты знал имба он у нас на рождество приезжал ты же думал но не думал когда я одну бутылку потому что у вас нет я приехал потом на каникулы именно процент самая рождество я зашла в австралии почти шестьдесят нормально пока начни заполнять хорошо а могу я в трубку просто интересно мне в этом году числит или нет по идее это нелегально что это нелегально может сократить на это договоришься как всегда но если как бы сегодня понедельник мы все должны на паре быть санкт-петербург но уже на его все сижу нужно скрыто его держать машина а если он надо а если он заряжен то он должен скрыть пикапе сзади он рога прикреплены там даже но я не суть прозрежу я хвожу в любых безоставленных снизу хвост продам сколько не ехали еще два случая для оружия в тишине все скрытие должно быть потом я уже принадлежит себе независимый санат заряжен вот еще не послушаю что то промой пистолет базарит я щас реально адвоката позвонил он его разъебет здесь по моему это мой что ли джонсон с заряженными пистолетами да с этой сфермы как там но тем не менее заряжен чтобы ты понимал я даже ну разговаривал самим рональдом шахтером давай тогда проверим жесть а кто это я же не заряжен слава шеф полиции чё он твой адвокат нет давай щас покажу ну а так просто привет пока ну а кто же занятой как бы вот ну представитель сми от полиции так это в полиции это были шерифы шерифа надо звонить шерифа знаешь не я не знаю я не знаю оно не должно быть видно для окружающих на деда щас повяжут и жалко деда у него сам пистолет а чё документам не вернут скоро нет а чё там повреждается ожидайте сэр ну что он еще мог бы на тут ответить ну он в багажнике тогда реально что он надо было по шоссе гонять до веселия что они там долго думают они походу еще первый раз такой видит суммы поселки открытие но делать не знаю в чем стигуре тут все такие некомпетентные на голова на лет хватит так сегодня через себя переуступил проснулся поскольку а я сегодня ложился как я сегодня не спал чтоб покататься сухарица тут такая подстава бронич чё там про мне говорят это лох а может ты попуск мне про мне ничего не говорят именно что ты нахер ствол положился на панель типа давай эти stories снимал улайфа это как я продолжил очки себе позволить законам запрещено делаю чё хочу понял а но если не запрещено то ладно и нарушение правил транспортировки оружия хотя нет это не подходит потому что я правил транспортировки слышишь они там чё-то разговаривают чё-то про транспортировку оружия ты шо наркобарон открытие нарушения ну и верно в историю мы глянули у меня там я же говорю четыре месяца пытался получить ccv и за четыре месяца мне штрафов 10 дали за нарушение транспортировки а потом помнишь это райаном goldsmith подустроился на работу ну туда это самое охранникам типа по факту еще работаешь не не по факту друг я там один раз был короче это там по моему какие-то это какая-то девка с пацаном проникли и что-то сфоткались там вместе с ним там короче уволили всех нахрен охранников ну кроме меня конечно это кстати единственный день когда я был на работе да такая хуйня предыдущая извините что привык привык вашу беседу на текущий момент у нас есть пару вопросов к вашим оружием необходимо его осмотреть ой 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 авария помощник планете нам с фонетей здесь я думал пустой стороны а окей помощник глава смотришь оружие смотрю аккуратнее не запачкай оружие заряжено вы сказали ну да у меня системе так окей сессии позволяет вам скрытно носить оружие но я в машине ёб твою мать 4 поправка как-никак 2 это так не работает в отношении закона в отношении что видимся и там поймем еще раз рот рах помощник он учится на юрист лучше не спорить окей сэр я вам говорю в отношении оружия закон работает так машина является общественным местом с киевом отношения в мае написано в законе то есть вы имеете ввиду что я не собираюсь с вами спорить я вас пущу свою машину серьезно я это сказал она нет и воде не сказал я не говорю о том что помогал свою машину не не собираюсь с вами спориться я сказал я же на лицинал с того что при старом скаме спиной серьезно да без шуток абсолютно имя фамилия номер значка завязываю руки за спинсор как вас зовут нигер меня зовут лейтенант у если вы ко мне обращались на вас уволит обязательно я звоню адвокату на 1 них даже это всего не хочется тратить знаешь она как бы его бессильна без ее реакции мне абсолютно похуй на них выжил осмотреваю машину вперед оставить пока здесь помягче братан баус мы к вам его посадим ты не против это капитаны и со мной мне доки верните хорошо так верни доки раз хорошо это оружие здесь я не занимался проверкой я занимался у нас документы вот на черную машину и ребятам порядка спойлер заговорит мне вот превышение скорости сегодня выписывал вот вам штраф возьмите также рижа за превышение скорости на 26 более мин в час на участке с разрешением скоростным лимитом 35 мм в час расписывается вот там ручки здесь так а суд когда у вас есть здесь указана дата суда вы можете прийти туда успорить штраф если вы не согласны с моим решением ваше имя значок вот это все да все там записано ну все оплатили за руководство церковь возникли чтобы оплатить подпишись под давай с рейтаром вас о том что вы арестованы за открытым ношением это уже никакую роль не играет так вот о том что пенальтируется партнер пассажирской приемлемо разберусь у меня долгие дорогу вон в санкции для две недели до увольнения на право и его задние хорошего вам дня 26 и более прикинь разрешенная 35 я еду 50 и он мне 26 и более выписывает охренеть калмагус вы уберите Лин че то надо да департамент приедешь я позвоню его пристегнули кому позвонишь яцу или адвокату яцу верните в багажник капитан я пистолет переложил давай короче я позвоню наконец-то давайте быстрее все мы тогда в офис поехали да хорошо адвокату кап стой 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 адвоката окей на этот коротенький спешл на нашу походу все вот такая сценочка небольшая люто спасибо за просмотр лайки и подписка комменты как всегда мистер бранч мистер бранча тут арестовали у нас в захолустье в каком-то сэнди да 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 за оружие а может поедете уже сюжета либо события просто мы решили покататься и нас топнули копы и вы это все видели в общем если вам такое нравится ставьте лайк подписывайтесь на канал также залетайте на бусте смотрите мой граф мод подписывайтесь там есть бесплатно есть платная подписка для тех кто хочет поддержать дискорд также залетаем все ссылки в описании увидимся в следующих видеороликах